Правда ли, что у станции скорой медицинской помощи семьи только одна реанимационная бригада? Этот вопрос вызвал негодование у многих семичан. Насколько правдива данная информация, попытались разобраться наши корреспонденты. Во время отчетной встречи Акима с населением, один из семичан сказал, что в городе всего одна реанимационная бригада скорой помощи. Меня интересует, почему в нашем городе курсирует только одна реанимация скорой помощи. Это, наверное, вопрос касается полностью абсолютно всех в нашем регионе. Иметь только одну реанимационную машину в городе с населением более 320 тысяч человек. Ситуация немного непонятная. Поэтому мы решили удостовериться в правдивости данной информации. Посетив станцию скорой неотложной медицинской помощи, стало известно, что на сегодняшний день по городу работает 35 выездных бригад. Из них 14 врачебных бригад и 21 фельдшерская. Все они обучены реанимировать пациентов. Состав у нас установлен приказом министра здравоохранения. Специализированные бригады – это врач, фельдшер и водитель. А фельдшерские бригады – это два фельдшера и водитель. Все бригады стопроцентно обучены международным стандартом, который нам тоже спускает Министерство здравоохранения. Это обучение у нас всегда проводится два года один раз обязательно. Они все проходят, все обучения, базисно-сердечно-легочная реанимация, расширенная сердечно-легочная реанимация, оказание помощи при поле травмы. Все бригады стопроцентно обучены. По словам заместителя директора станции скорой помощи, сейчас обработка вызовов сократилась до пяти минут. В течение минуты определяется категория срочности, и согласно этим категориям отправляется бригада. К слову, машина скорой помощи может ехать на вызов от 10 минут до часа, в зависимости от того, к какой из четырех категорий относится пациент. Мы обрабатывались раньше 5 минут, то сейчас вызов обрабатывается в течение до минуты. Он сразу передается через интернет диспетчеру-эвакуатору. Диспетчер-эвакуатор видит, если бригада, ближайшая к этому вызову, она направляет бригаду туда. С 1 марта 2019 года вызовы со всех районов стали поступать в семей. Здесь создан колл-центр, соответствующий всем современным требованиям. Благодаря информационной системе КОМЕК при поступлении звонка диспетчер уже определяет, с какого района или села поступил звонок, а после ввода ИИН выходит и история болезни пациента. В среднем у нас за сутки выполняется от 780 до 1000 вызовов. Вызыва у нас принимаются со всех регионов, которые Аягус, Уржар, Калбатау, Кабамбай, Маканчи. До времени не занимает? Нет, до времени не занимает. В течение 1-2 минуты. Одну минуту принимает вызов диспетчер, и в течение 30 секунд он отправляется на коммуникатор. Это очень быстро в связи с тем, что у нас сейчас все, это интернет скоростной, поэтому у нас все делается в течение 1-2 минут. Всего на станции работают 4 смены. На каждой из них есть 8 диспетчеров, принимающих вызовы от населения. Три диспетчера эвакуатора под станции города и регионов перенаправляют вызовы бригадам, обслуживающим данные участки. Старший врач смены и заведующий отделением курирует каждый вызов благодаря установленным большим мониторам. Здесь видны поступившие вызова и отслеживаются все машины скорой помощи посредством GPS-навигаторов. Есть также и санавиации. Это самолет Ан-2. Здесь состав бригады намного расширен. В него входят узкие специалисты. Как отмечают сами врачи, приезжать, успевать и спасать – это их девиз, но не всегда им подвластны обстоятельства.